В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов побывал в Измайловской школе и оценил качество проведенных ремонтных работ. В рамках центра образования в школу будет поставлено новое оборудование, новая мебель. В жилом комплексе пригород Лесной открылся долгожданный стадион. С утра и до 10 вечера все смогут посещать именно стадион, заниматься спортом. Сотрудники госавтоинспекции провели урок безопасности в детском саду Журавушка. Ребенок, во-первых, запоминает все это визуально, ему нужно это показать, дать пощупать и дать самому попробовать это сделать. Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Измайловская школа 1 сентября распахнет свои двери для учащихся после масштабных ремонтных работ. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов побывал в школе. 1 сентября Измайловская школа встретит своих учеников в обновленном виде. Во время летних каникул в образовательном учреждении были проведены масштабные работы. Спортивный зал преобразился до неузнаваемости. В помещении отремонтированы пол и потолок, приобретен новый инвентарь. Но особая гордость – это открытие точки роста на базе учебного заведения. В рамках центра образования в школу будет поставлено новое оборудование, новая мебель для того, чтобы ребята могли уделять внимание больше данному направлению. Будут пересмотрены программы, тематическое планирование. Также в рамках центра будут привлекаться ребята и во внеурочное время в кружковую деятельность в том числе. Накануне Дня знаний Измайловскую школу посетил глава Ленинского городского округа. Дмитрий Абаренов побывал в отремонтированном спортзале и в классах, специально предназначенных для образовательного центра. И лично убедился в уникальности современного оборудования. При помощи этого оборудования мы уже можем взять просто датчиков. У нас есть такие датчики беспроводные. Выйти, измерить загрязненность воздуха. Но в отдаленности от школы мы потом приходим в школу и этот датчик всю информацию хранит в себе. А какое специальное обучение для учителей? У нас есть академия посвящения. Первая волна прошла, сейчас вторая волна. Кто когда успеет, кто когда сможет, все это делается. К ним еще будут ноутбуки. Да, я правильно понимаю, будут включать освещение свое. Да, 1 сентября, 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 достаточно будет. Школа в поселке Измайлово была открыта в далеком 1979 году. Капитальный ремонт здания был проведен в 2015. Как рассказала директор Елена Камьянова, с тех пор стараемся поддерживать школу в хорошем состоянии. А еще здесь мечтают об актовом зале, которого в учебном заведении никогда не было. Нам, конечно, бы хотелось или пристройку с актовым залом, чтобы проводить мероприятия. В общем, помещение для внеклассных мероприятий, для работы с детьми. Стоит отметить, что в муниципалитете завершена подготовка всех образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссия, которая работала в течение месяца, 15 августа закончила свою работу. И акты, подписанные членами этой комиссии, свидетельствуют о том, что все 22 школы и 33 детских садика у нас к новому учебному году готовы полностью, без замечаний. Особое внимание комиссия уделяла материально-техническому состоянию зданий, соблюдению норм пожарной и антитеррористической безопасности, готовности пищеблоков, а также благоустройству территорий. Всего в округе в этом году в школы отправится порядка 30 тысяч учащихся. Из них около 4 тысяч первоклассников. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Праздник спорта длиной в целый день прошел в пригороде Лесное. На территории жилищного комплекса у Мисайловской школы открылся долгожданный стадион. Событие посетила наша съемочная группа. У жителей 30-тысячного микрорайона пригород Лесное в Ленинском округе появилась своя доступная территория для спорта. Стадионом новой Мисайловской школы, открытой в апреле этого года, и его инфраструктурой теперь могут пользоваться все желающие. Первыми оценили спортивную площадку, конечно, школьники. Я такой человек, мне нравятся и баскетбол, и волейбол, могу играть в футбол, во что угодно. Но мне здесь нравится, во-первых, то, что большое поле достаточно, да и во-вторых, не знаю, как-то просто радость. Уже в день открытия большое количество местных жителей смогли найти здесь занятия по душе. Праздник спорта на стадионе начался с полудня. Именно в это время состоялись соревнования по волейболу и футболу. И хотя матчи дружеские, накал страстей был нешуточный. Ускорение по левому флангу, Горюшинцы! И защита на месте! Постарались сделать для детей и жителей оптимально интересную программу, чтобы они заинтересовались, чтобы им было весело и приятно здесь находиться. Помимо проведения школьных уроков, на поле смогут тренироваться и все жители, а также планируется проводить занятия клуба «Активное долголетие» и спортивных секций. В пригороде Лесной уже давно работает молодежная футбольная лига. Ее участники провели свой небольшой турнир. Очень нравится, мягкое такое, прикольное. Почти как настоящий газон. Классно. А про тарю вообще важно? Какое покрытие? Конечно важно. Если поле плохое, будет тяжело отталкиваться и больно падать. Ты просто не успеешь вставать там. А так все здесь отлично. В это же время рядом проходил волейбольный матч между подростками из близлежащих домов. Георгий Соколов в будущем году планирует получить значок ГТО и уверен, что на этом стадионе сможет отлично подготовиться к сдаче комплекса. Футбольное поле больше, чем в нашей старой школе. Меня это удивило. В два раза больше стало. Все хватает. Волейбол есть, можно поиграть. Футбол играют. Баскетбол, небольшое поле тоже есть. Все хватает. Вскоре в жилищном комплексе будет сдан еще ряд домов. ЖК быстро развивается, поэтому улучшение инфраструктуры в таких молодых микрорайонах необходимо. Я считаю, что вот эта инициатива Министерства образования, она крайне важна. Инициатива Андрея Юрьевича, Воробьева губернатора нашего. Потому что и крайне важна именно для таких микрорайонов, пустонаселенных. При этом особенно важна, я считаю, что в тот момент, когда только идет период строительства, период становления микрорайона, поскольку многие решения, которые в проекте планировки территории, они еще не реализованы. И людям каждый уголок, где можно отдыхать, заниматься спортом, он вдвойне важен. 1 сентября школа наполнится детьми, поэтому важно обеспечение безопасности учащихся. Спортплощадка оборудована видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион». Все планировочные решения, когда школа отделена сама непосредственно, чтобы взрослые не могли зайти на территорию общеобразовательного учреждения, но при этом с утра и до 10 вечера все смогут посещать именно стадион, заниматься спортом. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Сергей Ларин. Видное ТВ. У МВД информирует. Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Ленинскому городскому округу в лесном массиве вблизи улицы Ольховая задержан 42-летний житель Истры, подозреваемый в сбытие наркотических средств. В ходе личного досмотра в сумке злоумышленника обнаружен сверток с тремя пакетами кристаллического вещества светлого цвета. Общим весом около 300 граммов. При вас находится запрещенное вещество, я так понимаю, да? Ну да. Что там может быть? Наркотическое средство? Какое имя? Знаете? Я не знаю, как имя назвать. Установлено, что изъятое наркотическое средство N-метилофедрон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сотрудниками управления уголовного розыска задержаны двое жителей Москвы, подозреваемые в краже в особо крупном размере. Для совершения противоправного деяния правонарушители незаконно проникли в жилище потерпевшего и из сейфа похитили денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи. Общая сумма материального ущерба составила более 25 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Судом фигурантам избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В летнее время инспекторы ГИБДД уделяют особое внимание пропаганде безопасного поведения на проезжей части среди детей и подростков. Именно в данный период это наиболее актуально, так как детвора проводят на улице большое количество времени. Наша съемочная группа побывала на уроке безопасности в детском саду «Журавушка». От правил дорожного движения зачастую зависит жизнь его участников. И обучение им дело вроде бы серьезное, но не в нашем случае. Ведь непоседам в детском саду пока еще сложно воспринимать сухую информацию. А потому подобные занятия проходят в игровой форме. Тут используются и персонажи из мультфильмов, и стихи, и игра в вопрос-ответ. Мы должны смотреть с вами обязательно по сторонам, правильно? Да. А кто мне скажет, куда нужно смотреть? Право, право и лево. Налево? Налево сначала, да? Да. А потом направо. Еще раз налево? А что мы смотрим-то? Для чего мы смотрим по сторонам? Чтобы машина не проезжала. Правильно. В школах сейчас каникулы, и сотрудники ГИБДД активно посещают детские сады. Подобные занятия готовятся совместно с воспитателями и руководством дошкольных учреждений. Кто-то к нам едет. Смотрите на велике. Кто это? Кто это? Здравствуй, Печкин. Здравствуй, Печкин. А ты как здесь оказался? Да я ехал просто к вашему письму своему дяде Пете и забыл, куда вообще заблудился. Когда погода позволяет, теоретические занятия подкрепляются на практике. Благо в каждом детском саду как минимум есть дорожка с нанесенной разметкой. Ребенок, во-первых, запоминает все это визуально, ему нужно это показать, дать пощупать и дать самому попробовать это сделать. Только вот на таком преподавательском составе у нас получается хорошее закрепление материала. Занятия, в том числе и игровые, посвященные правилам дорожного движения, в детском саду проводятся на протяжении всего года, и воспитатели считают, что это приносит свои плоды. Нам рассказывали насчет правила дорожного движения. Ага. Скажи, а ты часто видишь, как вот взрослые, например, нарушают правила дорожного движения? Да. И как в таком случае поступаешь? Как ты думаешь, с этого стоит брать пример? Нет. Ну а сама ты соблюдаешь правила? Да. Какие бы обучающие игры не устраивали в саду, взрослым стоит помнить, что именно они – главный пример для детей. С начала года в Ленинском городском округе произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.